Девушки отдыхают. По дресс-коду рукав рубашки должен выглядывать из-под пиджака ровно на 2 сантиметра. Это правило берет начало в Древней Руси. Тогда знать носила одежда с нарочито длинными рукавами. Это был знак того, что денег на ткань не хватает. С тех пор длинный рукав признак достатка и надежности. Здравствуйте на СТС Урал. В ближайшие полчаса истории в деталях Екатеринбург и я, Надежда Иванова. Смотрите сегодня. Наши в Голливуде. Мистер Валерий Николаев. Почему актер МХАТа не согласился на статус беженца? Строгий костюм, низкий каблук и спокойный цвет волос. Офисный дресс-код. Зачем загонять себя в рамки? Анна Плетнева, Заза Наполи и силиконовая грудь. Новое видео группы «Винтаж». В некоторых западных компаниях в требованиях к дресс-коду прописан даже процент полиэстера в ткани костюма. Казалось бы, абсурд. На самом деле, чем больше процент полиэстера, тем быстрее костюм изнашивается и приобретает неопрятный вид. Современный дресс-код, а по-русски форма одежды – обязательное условие работы в офисе. Какие длина юбки, высота каблука и цвет костюма, положенные менеджером и клерком, исследовали Дмитрий Сурин, Сергей Сидегов и Оксана Маклакова.